За последние полтора месяца у Муравленка зарегистрировано пять пожаров в гаражных боксах. Счастью, пострадавших нет. А вот имущество в некоторых случаях серьезно пострадало. Как правило, причиной пожара является человеческий фактор. Тему продолжит Татьяна Бойко. В гаражном кооперативе «Мотор» более 700 боксов. Сюда часто наведываются инспекторы пожарного надзора, чтобы напомнить собственникам о пожарной безопасности. Определять, что в гараже есть люди, не составляет труда. Присутствие человека выдает печной дым. Здравствуйте. Здравствуйте. Опустите небольшой стражик против пожарной? Нет. Не надо? Нет. Все же большинство владельцев гаражей охотно идут на контакт. Понимают, любая информация не будет лишней. Дознаватель Антон Венеченко напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности. Печной, стоять без присмотра. Вблизи печи также не размещайте горючие материалы. Только вспомняешься горючие газы, деревянные доски. За полчаса дознаватель успевает обойти как минимум около 10 гаражных боксов. Многие собственники уверяют, что всегда следят за печным отоплением. У нас расшел до 80. Если смотреть температуру, так, что уже граната снились, я ее просто прижал, и все, она еле клеет. Сотрудники пожарного надзора усилили профилактику не случайно. За последние полтора месяца у Муравленка произошло пять пожаров в гаражах. Три в декабре прошлого года и два в январе 2019-го. Один из собственников пострадал дважды. Получилось у него воспламенение газа от разогретой поверхности печи. То есть у него был маленький баллончик находился в гараже. И вот он, из-за недостатка конструкции, произошел выход газа наружу. И воспламенился уже от разогретой поверхности печи. После того, как он начал ремонтную работу делать, у него просто строительный мусор затлел возле печки. Упал и, получается, затлел мусор. То есть там незначительный. Там возгорания как такового не было, просто давление было сильное. Основные причины возгораний – нарушение правил эксплуатации печного отопления и аварийный режим электрооборудования. Нередко в гаражах в нарушении всех правил пожарной безопасности собственники хранят канистры с бензином и газовые баллоны. Последствия такого халатного отношения могут быть самыми печальными. Как показывает практика, практически в каждом втором гараже баллоны присутствуют. И их наличие в случае возникновения пожара, при тушении пожара, может привести не только к разрушению гаража, да, и соседних гаражей, а и гибели пожарных, которые будут тушить. И, как правило, пожарные не знают, когда идут в огонь, что там находятся баллоны. Между тем, если по халатности собственника гаража, в котором произошел пожар, пострадал соседний бокс, то виновник будет привлечен к ответственности. В случае пожара, да, если наступает, то есть причиняется ущерб чужому имуществу, то здесь уже на виновника пожара возлагается либо административная ответственность, согласно кодексу РФ, либо же, если пожар привел к значительным последствиям, то есть крупному материальному ущербу, либо гибели или травмам людей, то и тут уже наступает оголовная ответственность. Сотрудники надзорной деятельности призывают собственников всегда помнить простые правила, которые продиктованы самой жизнью. Не хранить возле печей легковоспламеняющиеся материалы, не оставлять без присмотра любые нагревательные приборы, всегда следить за печным отоплением. А в случае возникновения возгорания немедленно сообщать об этом пожарную охрану. Татьяна Булко, Антон Иванов, Новости Муравленко.